Три вопроса. Во-первых, за увеличением веса мы все спины, вот так напряжены. Во-вторых, малыш гиперактивный. Вот это у тебя давно началось? Да, с детства. Вот это вот такие вопросы. Понятно. А что малыш? Ну, гиперактивный, то есть это нормально или может быть мышцы зажатые? Что значит гиперактивный? Очень активный. Очень активный. А вы знакомы, да? Не, уже поговорили. А откуда вы знаете, у вас это не первый ребенок? Первый. А откуда вы знаете, это нормально? Он вообще, он говорит, что он чересчур активный. Нет, я просто спрашиваю нормально. Вообще, знаете, что такое гиперактивность? Как понять, гиперактивный ребенок или нет? Я знаю, как с живым, не с твором, а с живым. Как определить гиперактивный ребенок? Или он просто активнее природы? Он не скажет, не концентрируется. Это то, что ребенок сначала что-то делает, а потом смотрит, что он сделал. Ну, то есть, грубо говоря, он бежит, там что-то схватил, схватил, да, а потом, ой, а что это я там схватил? Листа держать. Да, то есть вот это гиперактивный. Ну, смотри, это же у нас демонстрация, я просто включу тебе нормальные процессы обмена. Так, на экране, держи, развлась. Ты родилась, у тебя уже эта патология? Ну, я уже не знаю. А мама что говорит? Ну, скажем так, тогда у меня где-то, до года у меня была травма. Я не концентрировалась на лечении этой травмы. Я понял. Понял. Так, ну, что могу сказать? Что может сделать кинезиология? Она может запустить процессы, не будет, что природа сделает, вот то она и сделает. Ну, если в жизни известны случаи, ну, скорее всего, что уже скелет сформировался, вот с этим я имею в виду, а оно болит, у тебя какой-то дискомфорт, доставляет? Болит, если там очень сильно перетружены или там резкие какие-то... И тоже есть, нет, вот так вот, только она... Угу, понятно. Ладно, смотрим. Держи ручку, свечи, нет, вот так поставь. Держи сильно. Ну, что мы видим? Гипертонус мы видим. Вот, что мы еще видим? Держи ручку сильно. Разложивания мы пока не... Да, хотя... Поставь. Держи. Нет, обезглаживания мы ему видим. Держи ручку. Вот, дисфункцию венцинга, например. То есть, вангарами не усваивается ценность. Иначе, скорее всего, что только магнит, а такая высота длина. То есть, тоже магнит не усваивается. Смотрим кальций. Смотрим кальций. Держи. Да, тут есть, конечно. Накапливается тут, в организме. Держи ручку сильно. А, вот, и подводы нету реакции. Смотрим. Спасибо. Держи. Ну, сейчас еще. Держи. А, вот. Ну, сейчас еще. Держи. 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 Продолжение следует... 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 Но мы видим, что это и телесная терапия, и не только психотерапия, мы видим реальный отклик, держи сильно, мы видим реальный отклик, это говорит о том, что в теле все взаимосвязано, держи сильно, разве все чувствуешь, таро, ниба. Это для тебя, что не надо даже сильно тестировать, я поклацал и все нашел, но так просто эффектно, чтобы вам было понятно. Андрей, замыкание языка к чему? Это мы языком воздействуем на сфеноид, на мгновидную кость, таким образом тестируется физическая травма, и она может быть получена как с открытыми глазами, так и с закрытыми. Ну так тест должен проходить и с закрытыми, и с открытыми? Мы так и делали, делали результаты коррекции, да, могу закрыть коррекцию, да, ну так давай попробуем, попробуй отпустил, али спину поставил, не, постой, походи, почитай. Так тебе, да.